Почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений. На воинском мемориальном кладбище Мамаево-Кургана прошло открытие памятника воинам-казахстанцам, павшим в Сталинградской битве. На мероприятие побывали представители диаспоры, областной администрации, ветераны, учащиеся кадетских классов и поисковики. Также торжественную церемонию посетили жители дружественного Казахстана. О новой стеле на главной высоте России расскажем далее. Как известно, на войне нет национальности, есть один народ, и именно этот народ победил фашизм. Эта мысль стала лейтмотивом торжественного мероприятия, которое прошло на главной высоте России. На мемориальном кладбище вблизи монумента Родина-Мать открыли памятник воинам-казахстанцам, которые ценой своей жизни отстояли Сталинград и не дали врагу продвинуться дальше. На исторической земле установлен памятник воинам-казахстанцам, которые героически воевали и погибли в годы Великой Отечественной войны. Вторая мировая война является одной из самых трагических страниц в истории человечества. В составе многонациональной армии Советского Союза героически воевали и наши земляки. 500 казахстанцев стали героями Советского Союза, более 100 полными кавалерами Ордена Славы, четверо из которых были дважды удостоены героя Советского Союза. И сейчас россияне и казахстанцы стояли у памятника, как много лет назад стояли плечом к лечу наши предки. Много слов прозвучало в адрес тех, кто не вернулся с той страшной войны, но говорили также и о том, что в неспокойное для мира время Россия и Казахстан должны оставаться друзьями. Сегодня российско-казахстанские отношения в значительной степени скрепляют все интеграционные проекты, которые Россия реализует на посоветском пространстве. И УДКБ, и СНГ, и Таможенный союз, Евразийский союз и так далее. Поэтому на самом деле сохранение этих отношений между Россией и Казахстаном, поддержание их на очень тесном стратегическом уровне. Это задача всех сторон, и казахских властей, и российских, и общественности, и ветеранов, и молодежи, и региональных властей. На место нового памятника приехали представители диаспор, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных движений, поисковики и просто неравнодушные жители города и соседних регионов, а также гости со всего Казахстана. В рамках мероприятия была заложена капсула землей из соседнего государства, как символ связи поколений. Погибли наши братья, сестры, покрови мусульмане, поэтому они привезли оттуда кусочки земли, соседней земли, и решили здесь увековечить этот памятник за нашу волгоградскую землю. Так пусть, дай Аллах всем, детям, внукам этих людей, которые погибли на всей войне, не только мусульмане всего мира, пусть эти дети не увидят этой боли. В Волгоградцы и гости города возложили цветы у Мамаева кургана и к могиле летчика-героя Советского Союза Нуркина Абдирова. Также в планах у делегации посетить достопримечательности Волгограда, в частности, музей Панораму «Сталинградская битва». Сабина Саблина, Виктор Хиврин, Вести 34.